Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Дома Море, меня зовут Дмитрий. Уже, наверное, вы все знаете о том, что изменился закон по ВНЖ и порог входа теперь в турецкую недвижимость и в легальное проживание в Турции составляет 200 тысяч долларов с 16 октября. Те, кто приобрели квартиры до этой даты, когда порог был 75, на них это никак не влияет. То есть закон обратной силы не имеет. Я только что звонил в ЮЧ по телефону 157, там русскоязычная поддержка. Получается, те, кто купили квартиры ранее, ничего не теряют и на них никак этот закон не отражается. То есть они будут продлевать ВНЖ и проблем не возникнет. Даже если покупалась квартира стоимостью 75 тысяч долларов, оценочная стоимость, оформлялась она на супруга, а все остальные получали совместно ВНЖ с супругом, потому что это одна семья, это прямые родственники. Так что на них это никак не отражается. Понятно, что это неприятный закон для многих, кто планировал сюда переезд с более ограниченным бюджетом, но, к сожалению, ничего не сделаешь. Таким образом, президент Турецкой Республики хочет пополнить бюджет. И второй момент, как вы все знаете, сейчас мир, прямыми словами, надо сказать, на пороге войны такой глобальной, потому что масло в огонь подливают одни страны из-за Палестины, другие против. То, что там происходит, это тоже страшные вещи. Люди погибают, скорее всего, в связи с этими событиями. Турецкой Республики смотрит, наверное, немножко вперед, хочет ограничить поток миграции в Турцию. Не хотелось бы, чтобы этот конфликт разросся в какую-то полномасштабную войну, но, тем не менее, таким образом ограничивают, наверное, уже заранее, чтобы люди не выбирали Турцию для переезда. Потому что здесь и так, как бы, много тех, кто приезжает в соседние государства, мигрантов, да, и турки этому недовольны, потому что они занимают рабочие места и общаются с турками. И они говорят, что вот на одно наше рабочее место претендуют еще два выходца из соседних стран. И они к этому крайне недовольны, плюс они еще говорят, что они с низкой культурой, но это со слов тех ребят турков, с кем я общался. Поэтому такое ограничение вводится, видимо, чтобы ограничить поток мигрантов и плюс пополнить заодно казну. А Эрдоган не упустит такой возможности, да, потому что тут на многих таких вещах, на пошлинах, что для нас, для мигрантов не очень приятно, но на этом делаются деньги так же, как и на телефонах, да. Ты привозишь телефон, у тебя 4 месяца работает, потом он блокируется, и тебе нужно покупать здесь телефон, который дороже, там процентов на 30, а то и на 50, а айфоны, наверное, в два раза дороже, чем в России. Поэтому это связано с тем, что большие пошлины. Ну и самые дорогие машины в Турции, опять же, связаны с тем, что это здесь высокие пошлины, вот, на автомобиле. Хотя этому даже недовольны все местные жители, граждане Турции недовольны, потому что такие цены, они все это высказывают, свое недовольство. Я спрашиваю, ну как же так вот, да, мы недовольны, но они с этим живут, а тут, как бы, закон имеет действие на иностранцев, да, и, ну, недовольны, недовольны. Не знаю, насколько продержится этот долгозакон. Но, опять же, если мы рассматриваем Мерсин, много квартир, вот, на отдалении от центральных районов, если не брать, там, центральные районы, Янишихир, месяц ли, понятно, здесь квартиры дорогие. Если мы берем Эрдемли, Апач, Бахшиш, там, Тэджи, Томюк, еще несколько районов, там активно строилось жилье среди бахчей, среди садов, возле моря, пешая доступность. Конечно, там не налажены инфраструктуры, не так все интересно, но комплексы, в принципе, неплохие, потому что они есть бассейнами, есть какая-то небольшая инфраструктура, современные, и с ремонтом ты приезжаешь, да. Их бюджет квартир, там, был, вот, наверное, ну, те, кто на стадии котлована, от 50 тысяч евро, там, 60 тысяч долларов, грубо говоря, и так далее, там, до 120 в среднем, вот, в этом диапазоне. То есть, эти квартиры никак не попадают под ВНЖ в текущий момент, да, то есть, раньше люди думали, что они, вот, там, за 60 тысяч долларов или евро купят квартиру, а ценят ее по 75, то есть, оценка всегда даже завышалась, это проходило всегда без проблем. Вегетча на это смотрели сквозь пальцы, там, оценщик написал, значит, все окей. Ну, и на основании этого документа дают семье ВНЖ. Все, теперь этого оценщика, оценщик выбывает, получается, из этой истории при оформлении квартиры. Теперь государство оценивает, нужно указать именно ту сумму, за которую продается квартира. Это кадастровая цена, как-то вот это будет оцениваться, проверяться, наверное. Скорее всего, может быть, найдутся какие-то лазейки, как-то будут обходить. Вы показываете теперь полную сумму по квартире, 200 тысяч долларов, надо заплатить 4% налога. Замечу, что этот налог уже поднимали до 6%, потом, по каким-то причинам, турецкие власти его снизили. Подняли до 6%, снизили до 4%. В Турции нередко так бывает, когда сделали, потом обратно убрали. То есть, законы туда-сюда быстро меняются и приняли без всякого обсуждения. То есть, это вот все как снег на голову, да, изменения вот этих политики ВНЖ. Потом что-то обратно меняют. Поэтому банкротство, я думаю, что по-любому будет у застройщиков, потому что не все застройщики строят на свои деньги. По-любому привлекаются заемные средства, какие-то заключаются с контрагентами подряды, да, поставка стройматериалов и так далее. Это тоже на всей строительной отрасли отразится. Ведь строили массово. Желающих-то сейчас точно не прибавится, а значительно убавится купить здесь недвижимость, потому что я считаю, что не все готовы покупать. Давайте прямо скажем, что мало у кого из нас, да, есть 200 тысяч долларов или 300 тысяч там на покупку квартиры, да еще и в Турции. То есть все-таки Турция это как бюджетное, считалось как бюджетное жилье и самый такой более-менее простой способ получить вид на жительство, соответственно, это и возможность обучать своих детей, получать медицинское обслуживание, ну и все вытекающие вот эти все социальные блага, да. Вот, теперь получается все, 200 тысяч, пойди заработай, у тебя было 100, еще 100 тысяч надо заработать, 100 тысяч это 10 миллионов рублей, это приличная сумма, люди годами, если там не десятилетиями кто-то копил всю жизнь, да, его мечта теперь рушится. Рушится, да, поэтому Турция теперь уже не является той страной приоритетной, куда можно быстренько переехать и жить, наслаждаться хорошим климатом, морем, фруктами недорогими. Ну, то есть тут есть, конечно, что-то дороже, но в целом-то жизнь относительно России, она имеет ту же цену по корзине общей, если не брать Анталию, да, там в Анталии цены высокие. Кстати, в Анталии квартиры, они, по-моему, там ниже 200 тысяч, вот это именно боль, наверное, риэлторов Турции, боль риэлторов Мерсина. Почему? Потому что те, кто занимались в Мерсине недвижимостью, риэлторы и здесь новые компании постоянно регулярно открываются, наши выходцы приезжают и открывают агентство недвижимости. И как раз-таки их целевая аудитория, это плюс-минус 100 тысяч долларов квартиры. Они, по-моему, заключали договора с застройщиками, там застройщики эксклюзивы вам дали, что только хорошо, мы с вами договорились, вы будете продавать наши объекты. Сейчас, наверное, застройщики всем дадут эксклюзивы, лишь бы только как-то эти квартиры скинуть, потому что все станет мертвым грузом. И начнут закрываться, наверное, агентства недвижимости, да, столько агентств недвижимости, и вот приедет человек, который хочет купить квартиру за 200 тысяч, так-то его это разорвут на части, да, потому что оплодилось много риэлторов, теперь рынок очистится. Я думаю, что возможно такое, что опустят порог. Ну, я не думаю, что его вернут на 75 тысяч долларов. Если уже задумались о получении такого куша налога с 200 тысяч, ну, опустят, наверное, до 150. Да, я сомневаюсь, что это будет. Но, опять же, вот я заговорил за Анталию, за Стамбул, за 200 тысяч там, наверное, уже и жилята нету. Там другой порог входа. Там квартиры-то 200, 300, 400, 200 – это, наверное, самая минимальная цена. Поэтому, кто покупал квартиры в Анталии, планировал там покупку, для них как бы разницы нету, а там цены выросли. То же самое касается и Стамбула. Ну, вот, а Мерсин был такой привлекательный, да, с точки зрения того, что здесь недвижимость была всегда дешевле. А Лания тоже квартиры дорогие. Поэтому там все-таки тоже квартиры приближались к стоимости 200 тысяч и выше. Вот это боль Мерсина, боль мерсинских застройщиков и трагедия риэлторов, которые работают в Мерсине. Так что, вот, посмотрим, увидим. Надо будет смотреть за ситуацию, она динамично развивается. Но это все связано с тем, что на Ближнем Востоке есть катастрофическая ситуация, когда, грубо говоря, начинается война. Да, и она и неспокойная в России, и как бы здесь. В неспокойное время мы живем. Одно понятно, что большая часть тех, кто планировал переезд в Турцию и был уже вот-вот с чемоданами, да, эти люди озадачены, куда же им ехать. Я думаю, что у них уже был выбор куда-то, они уже планировали. Там кто-то, может быть, в Сербию собирался, кто-то Испанию рассматривал, кто-то еще. Опять же, про Испанию. Я просто, даже имея 200 тысяч, да, там, ну, или вы имеете 100 тысяч, к примеру, у вас 100 тысяч, вы собирались в Турцию. Сейчас, как бы, вы заехать в Турцию не можете. Хорошо, там еще наберете 120 тысяч у вас. Вот, вы решили, окей, давайте поеду в Испанию тогда в этом случае. В Испанию вам нужно заехать по туристической визе, чтобы остаться даже там по оседлости как-то. Ну, приехать, купить недвижимость, прописаться в этой недвижимости. Вас никто депортировать не будет, у вас туристическая виза заканчивается, вы остаетесь там нелегально, вас никто не депортирует. Вы только отмечаетесь в аутаменты каждый год, что вы прописаны в этой квартире, которую приобрели или снимаете, но по прошествии трех лет вам нужно получить какой-то официальный статус. Испания предоставляет такой статус ВНЖ по оседлости. Это для тех, кто как раз приехал нелегально. Но вам надо к моменту, когда пройдет три года, найти работодателя, который с вами заключит предконтракт. Это надо быть конкурентом, быть каким-то уникальным, может быть каким-то стоматологом, хирургом, имплантологом, айтишником крутым, который знает несколько языков программирования, то есть не просто какой-то там администратор, а действительно быть каким-то узким специалистом, чтобы с вами заключили предконтракт, и тогда вы получите ВНЖ. В противном случае у вас будет недвижимость, опять же, какие-то изменения в законе, и будете переживать, что вас выдворят, недвижимость останется, ее придется продавать как-то через риэлторов по доверенности, и это не совсем хорошо, чтобы продать ее удачно. Второй момент, в Испании можно остаться по золотой визе, если у вас есть 500 тысяч, то, грубо говоря, 600 надо тысяч, тогда вы без проблем приезжаете, покупаете, и получаете эту золотую визу, и можете находиться в Испании, не находиться в Испании, то есть это такие привилегированные условия. Ну и для тех, у кого есть порядка 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов в запасе, кроме того, что вы купите недвижимость, вам надо эти деньги будет заморозить на счету для того, чтобы получить ВНЖ без права на работу, но лукративо. Ну это мы забежали из Турции в Испанию, я просто с чем-то сравниваю, да, опять же, то есть надо купить квартиру, в Испании порядка 150 тысяч евро, плюс еще 100 тысяч евро примерно надо для того, чтобы на семью положить эти деньги в банк и показать, что вы не нищий, да, что у вас есть деньги, какие-то доходы там или что-то еще. То есть опять же, это нужны средства. Поэтому Турция была более выгодным вариантом, а теперь большой вопрос над этим висит. Люди сюда не поедут, соответственно, недвижка будет падать в цене, это, соответственно, банкротство застройщиков. Не знаю, не знаю, что, как будет правительство Турции предпринимать какие действия. Но опять же, это вот касается такого региона, как Мерсин, да, то есть такой проблемы, например, в Анталии не возникнет. Там сегмент квартир дороже, в Стамбуле дороже, в Измире квартиры дороже, чем в Мерсине. Будет ли правительство Турции конкретно ради Мерсина предпринимать какие-то поблажки? Наверное, нет. Поэтому, скорее всего, я думаю, что ситуация не изменится. Ради Мерсина одного, какую-то политику поблажки в отношении мигрантов, тем более в текущей ситуации, а конфликт, как мы видим, Россия и Украина затяжной. Здесь, на Ближнем Востоке, ближайшего решения я тоже не вижу, потому что мир разнополярно настроен к этой ситуации. Не пытаются прийти к какому-то консенсусу, всех посадить за столы и переговоров, осудить действия той или иной стороны, потому что гибнут люди. То есть мы видим, что конфликты кому-то выгодны. Поэтому к скорому решению навряд ли оно будет, и поток мигрантов здесь. А Турция такой хаб является среди этих стран, где вот этот весь Кипиш сейчас идет. Такое напряжение, да, и Эрдоган тем самым вот такой забор поставил. Поднял порог этот до 200 тысяч, чтобы не ехала масса людей, которые там покупали квартиры за 50 тысяч долларов, да, оценивали их по 75. Но все равно же это видно, да, отчеты иммиграционка сдает. Люди на местах здесь работают, они сообщают по-любому службе безопасности, что как отстоит дела, как сюда заезжать такое количество мигрантов. Вот они приезжали, за 50 тысяч долларов покупали, в 75 им оценка, экспертная делала оценку, и они в ЭДЖ получали, грубо говоря, за полкиник долларами. Вот, и чтобы вот отсечь такое количество наплыв людей, тем более вот здесь, в данном регионе, а он близок же, да, к границам. Поэтому, ну может быть что-то, может порог снизу до 150 тысяч, чтобы не загнулись застройщики. Но лучше пожертвовать как бы застройщиками в Мерсине, чем получить волну миграции, правильно? Ну это мое мнение, так что пишите ваши мысли в комментарии, что еще я тут хотел сказать для вас. Где еще, как не в Турции за 200 тысяч, даже если брать в расчет вот эти 200 тысяч, ну можно теперь подумать, да, то есть немножко добавив суммы побольше, можно уже какую-то другую страну рассмотреть. Но все-таки Турция, есть Турция, здесь прекрасные климатические условия, близость Европы, близость, значит, наших стран с постсоветского пространства. Многим это удобно, летать по каким-то вопросам к родственникам. Плюс фрукты все равно дешево, овощи и менталитет, в отличие от азиатского, многим ближе. Турецкий менталитет более понятный, вот хотя язык достаточно сложный. Мы, кстати, с Владиком и с Ириной все учим язык. Что я хотел еще сказать по ВНЖ, наверное, тоже всех интересует, продляют ли ВНЖ. Показывать вам не буду, вы сами можете зайти в Телеграме, набрать это канал. ВНЖ в Турции отказы и одобрения в строке поиска. Телеграм наберете и попадете на этот канал, там 11 тысяч подписчиков. Я вот возьму последние кейсы, которые здесь публикуются. Тут админ публикует истории, у кого что получилось, люди присылают свои истории. Они заполняются как таблички, значит, одобрение, кто там, мужчина, женщина, какой статус ВНЖ запрашивался и небольшое описание. Такие кейсы публикуются. Вот, например, одобрение 7 октября в Манавгате. Гражданин Российской Федерации, женщина ВНЖ Туристик. Первое продление. Прошло без проблем. Ну и тут идет описание, там какие документы прилагаются и так далее. Кому интересно, можете почитать. Также люди выезжают. У кого закончился ВНЖ, люди не стали поддаваться. Они пишут, что жили немножко в Турции с Аверстеем. И пишут, какие штрафы оплатили, на сколько им поставили запрет, а кому не поставили запрет на въезд обратно. 10 сентября человек выехал. Аверстей был 9 месяцев. Представляете, 9 месяцев. Заплатил штраф 1240 лир. Ну, 40 долларов штрафа. И далее запрет 3 месяца. После отказа в первичном ВНЖ в Стамбуле. Человек выехал 8 октября. Количество дней Аверстея. 60 дней он сверху находился. Запрета на выезд ему не дали. Ну и дальше тут описание этого кейса, когда что поддавалось и так далее. Одобрение. Один год. ВНЖ. В городе Кемер. ВНЖ. Туристик. Первичное. Представляете, человек снял квартиру в аренду и пошел поддаваться на ВНЖ. Наверное, сам того не ожидал, потому что мало кому одобряют ВНЖ по первичной аренде. Доносил документы. В общем, ему одобрили 10 октября. Я не пойму только на сколько одобрили. 6 месяцев или год. Сотрудники ВНЖ сказали, что если он будет поддаваться на продление, то, скорее всего, его откажут в будущем. Вот сотрудник Юджи сказал, что предпочтение продления ВНЖ отдается тем, кто уже давно проживает в Турции и не первый раз продляется. Вот человек выехал с Аверстеем. Количество дней 8. Штрафа нет. Одобрение, значит, бурса, там единственный ГЕЧ, гражданство РФ, тра-та-та, тип ВНЖ туристик по аренде и второе продление. Выезд, значит, количество Аверстеем почти 10 месяцев. Какой штраф был? Сумма штрафа меньше 50 долларов. 1411 лет. Да, дали запрет до 8 января 2024 года. Ну, это кому интересно, кто находится с Аверстеем или планировал остаться немножко больше, чем положенные 3 месяца на территории Турции. Вот, люди, здесь такая практика есть. Я не призываю никого оставаться здесь нелегально, но вам просто говорю кейсы, которые были. Вот выезд человека с Аверстеем был, значит, 288 дней у мужчины, у этой семьи, а женщины 272 дня. Им впаяли штраф 1400 лир, а вот женщине почему-то 3100, двойной, 3140 лет. Порядка там 150 долларов получился штраф за почти год, да, 280 дней пребывания. Ну, не год, но больше полугода нелегально они находились в Турции. Вот одобрение по ВНЖ. Измир единственный ГЕЧ, ВНЖ по ТАПУ, 75 тысяч долларов оценочная стоимость недвижимости. Значит, заявку подавали 18 сентября, одобрение 13 октября. На год ВНЖ по ТАПУ. Так, дальше, дальше. Отказ в городе Кемер. Мужчина и женщина неженаты, туристические продления. Отказали в продлении по аренде. Так, подавались 20 сентября и 2 октября у них получился отказ. Одобрение Анталия, закрытый район, мужчина-женщина в браке. Дата заявки 29 августа и дата одобрения 13 октября. Тип ВНЖ, туристик по аренде. В закрытом районе второе продление. То есть, люди продлялись в закрытом районе. Уже, получается, на третий год у них продление. Два года они уже прожили по аренде. Значит, одобрение ВНЖ-туристик. Отказ в Кемере. Живем в городе Каш. Мужчина и женщина второе продление. Отказали по аренде. Вот. То есть, это турецкий рандум. Тоже одобрение. Был туристик. Комендарь. Рататарис, накупил квартиру 75, ну, мужчина по топу 75 тысяч. Оценка. Отказ в Анталии. ВНЖ-туристик. Первое продление. То есть, они прожили и продляли в Анталии, им отказали. Мужчина-женщина плюс ребенок 4 года. Ну, в общем, такие кейсы 50 на 50, да. То есть, стабильности никакой. Но это, опять же, касается относительно аренды. Те, кто хотят приехать и снять квартиру и податься на ВНЖ. Тут как повезет. Понимаете, как это получается, что вы должны заключить договор с хозяином квартиры на год, да. Там договориться, проплатить ему и договориться, что если вам не одобрят, вы как-то эти деньги заберете. Поэтому, ну, такая сложная история с арендой. Что касается тех, кто до 16 числа приобретал квартиры с оценочной стоимостью 75 тысяч, получил до 16 числа топу, то у них никаких проблем нет. Они будут продлять свое ВНЖ на основании владения собственностью. Потому что закон, опять же, повторюсь, обратной силы в Турции не имеет. Поэтому волноваться этим людям не о чем. Ну, остальные, кто находился вот в состоянии... Кто-то купил квартиру на котловане, но не имел топу, достройка, да, топу-то нет. Получается, как вот им быть? Я не знаю. Получается, что они не смогут по этой квартире получить ВНЖ. И они будут делать переуступку своих прав на вот эту строящуюся квартиру. И, наверное, желающих будет, так сказать, вообще не будет, да, придется это... Ну, вот они, падение цен. Так что вот такая ситуация не совсем она приятная. Скажем честно, неприятная для многих. Те, кто приехал раньше, кто приобрел недвижимость или у кого есть 200 тысяч, для них как бы проблем нет. Кто успел, тот успел, как говорится. Турция теперь уже перестала быть вот этим таким анклавом для тех, кто за небольшие деньги может сюда приехать и жить у солнышка с хорошими фруктами. Будем смотреть. Если какие-то изменения будут, я обязательно сниму быстро видео и напишу в Телеграме. Переходите, кстати, в Телеграм, потому что я на Ютубе буду уже теперь редко снимать ролики. Больше информации будет в Телеграм. К сожалению, не хватает времени для вот этих влогов там ежедневных. Еще у меня кое-что отснято, я несколько видео выпущу и после этого будем мы уже пореже по каким-то важным событиям появляться в Ютубе. Но Телеграм я буду вести продолжать, потому что там монтировать не надо, снял короткий ролик, выложил. Ссылочка на Телеграм будет в комментариях и в описании к этому видео. Еще хотел дополнить, что так как поднялся этот порог до 200 тысяч долларов для получения ВНЖ, вы не можете купить несколько объектов и на основании трех свидетельств на собственность получить ВНЖ. То есть это должен быть один объект стоимостью 200 тысяч долларов. Ну, мало ли, может, такого такой вопрос возникнет. Я хочу сказать, что вот я же прогуливаюсь по первой линии вдоль моря, да, и я вижу, что там продаются квартиры в старых домах, потому что возле моря нового жилья, ну, его нет, можно сказать, 99% в основном старое жилье. Старые дома, где квартиры раньше стоили дешево, и наши в свое время там купили очень дешевые квартиры. Два, три, четыре года назад я тогда наблюдал за ценами в Мерсине, и они мне казались, ну, вообще какими-то нереально дешевыми. К сожалению, тогда вот почему-то не решился на переезд, не получилось, ну, и не было, наверное, на тот момент возможности какого-то понимания. Сейчас эти квартиры стоят, ну, вот до вчерашнего дня, эти квартиры стоили, получается, без ремонта убитая какая-то квартира с прекрасным видом на море, вот, 100-200, там, ну, 300 метров от моря. Значит, полтора миллиона лир, это примерно, там, 5 миллионов рублей. Это без ремонта, то есть ее нужно было еще вкладывать туда, наверное, миллион рублей, чтобы ее сделать конфеткой. И за 7 миллионов с ремонтом квартиры продавались, вот. С одной стороны, как бы это недешево, ну, для Мерсина было, да, то есть на такую покупку решится, была бы она в новом доме, да, ну, вы же покупаете в старом, там, соответственно, какие-то запахи в подъезде, ну, обшарпанная территория и так далее, да, там, рядом море, все шикарно, ты вышел, гуляешь, и можно, ну, не смотреть то, что дому 40 лет. А что произойдет сейчас? Сейчас они на рынке по стоимости ниже этого порога по ВНЖ, да, и эти квартиры в старых домах в основном выкупали арабы и наши, русскоговорящие. А сейчас там точечные продажи, да, но кому нафиг эти квартиры нужны там сейчас? То есть, понятно, в каких-то квартирах продолжат жить люди, потому что они получили ВНЖ, ну, кто-то собирался продавать, и они же не смогут продать там, потому что, ну, такая квартира не нужна. Во-первых, в старом доме и по такой цене, и когда ты не сможешь по ней получить ВНЖ, то есть я считаю, что и на эти квартиры, на первой линии в старых домах будет падение, потому что сдавать, сейчас же приняли закон, одновременно вот с этим ВНЖ, приняли закон, что краткосрочной арендой признается все, что до трех месяцев ты сдаешь, это все краткосрочная аренда. Ужесточается контроль, тебе нужно получить согласие от остальных жильцов, о том, что в аренду ты сдаешь, там, получить лицензию на краткосрочную аренду от этой туристической, ну, что ты как туристическая организация, то есть если у тебя несколько квартир, там, по-моему, 5 квартир или более, ты уже должен как компания это все сдавать. Ну, в общем, за этим ужесточают контроль. И опять же сюда ехали люди, снимали квартиры, многие те, кто с перспективой на покупку приезжали, там, смотрели, как пойдет, не зайдет. То есть сейчас вы на аренду, там, если не туристический город, я не думаю, что на аренду будет очередь какая-то на квартиры у моря. Ну, а внутренний туризм, туристический, сдавать туркам, это лотерея, да, приедет, снимет и ты его не выселишь. Я думаю, что недвижимость у моря упадет в цене так же, особенно в старых домах, а они преимущественно старые на первой линии. Что с ней делать? Да, ее можно по сладким ценам купить, но что с ней делать? Платить за нее просто так, за простой? Или сдавать ее туркам и бояться, что турок оттуда не выйдет? Вот, сдавать нашим, которых не так большое количество, то есть не так будет много наших, ведь вал вот этой раскрутки рекламы Мерсина, он шел за счет того, что здесь приемлемые цены, дешевая недвижимость. Ну, есть она дешевая, а что с ней будешь делать? А приехать жить нелегально? Ну, вложить деньги? Ну, опять же, вы не можете жить полноценно. Поехали в больницу, там спросят и кометы, хочешь устроить ребенка в общем образовательном учреждении, комет нужен, да, а если нет комета ВНЖ, то как бы у тебя урезаешь, что ты в правах, ну и вообще живешь со страхом, с неким, некий страх, да, есть недвижимость, но нет и комета. Ну да, здесь можно иметь недвижимость, приезжать сюда, и ты можешь остаться, тебя никто не пнет, да, после трех месяцев. Ну вот, желающих будет мало. Квартиры выпадут в цене, будем наблюдать, я вам буду показывать, какие изменения на рынке ценовом, на первой линии, будем прям смотреть, вот что происходит на первой линии, где вот хорошая набережная, вот, буду показывать, просто будет интересно наблюдать за ценовой политикой. Не переключайтесь, подписывайтесь.